Лазание на трудность подразумевает не только наличие хорошей техники, опыта, выносливости, но также и умение думать и запоминать. Успех в лазании на трудность начинается с того, что мы раскладываем трассу и стараемся ее всю разложить во всех движениях, наши руки, ноги, как стартуем, разложить все позиции, места, с которых мы щелкиваем оттяжки, также разложить те места, где можно будет отдать отдых рукам. Во время лазания на трудность важно соблюдать определенный темп работы, который больше вам подходит. Если у вас не очень много выносливости, вы достаточно быстрый, взрывной, то, скорее всего, вам будет комфортнее лазать быстро. Если же, напротив, вы достаточно выносливый, но не очень мощный в движениях, вы можете лезть более размеренно. Периодически обязательно давайте рукам отдых, то есть занимаем такие позиции во время лазания, когда одну руку мы можем отпустить и встряхнуть ее. Можно также встряхивать рукой непосредственно перед перехватом, не опуская руку вниз. В тренировках на трудность не стесняйтесь повышать сложность ваших маршрутов. Никогда не будет такого момента, когда вы однозначно готовы перейти к следующей категории. То есть вы должны постепенно добавлять в себе более сложные трассы и работать на технику. Это означает, что если вы уверенно лазаете шестерки С и хотите начать лазать семерки А без срыва, то постепенно добавляйте себе эти трассы, даже если вы будете делать на них большое количество зависаний. Постепенно вы начнете лазать трассу без зависаний и ваш редпоинт перейдет в онсайд. В случае срыва на трассе вам следует как можно скорее вернуться на трассу, вернуть себя к исходной точке, отдать себе отдых и далее уже продолжить лазание. Не позволяйте себе долго висеть на веревке. Умение быстро возвращаться к маршруту позволяет вам более качественно отработать этот маршрут. Не бойтесь срывов. Если у вас все-таки панический ужас срыва на трассе, если вы лазаете с нижней страховки, попросите вашего напарника до тренировки на трудность потренировать срывы. Постепенно вы научитесь преодолевать этот страх и уже не будете обращать внимания на то, где располагается ваша оттяжка. Вы просто будете думать только о лазании. Продолжение следует...